Еще раз здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Добрый день, Педрам. Коллеги, мы начинаем эфир передачи обзор рынков аналитики Фиба Групп. И этот молодой человек, которого вы увидите в эфире, конечно, это Педрам Рауфи, аналитик компании Фиба Групп. Всем вам хорошо знакомый. Педрам, приветствуем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, дорогие коллеги. Что интересного у нас на рынке, как сегодня нам заработать на фунте, так как мы зарабатывали всю неделю, очень хочется. Вам слово. Вас именно интересует по фунту, да, я понимаю, то есть подвижение фунта, да? Нет, мы начинаем, вы начинаете передачу как обычно, просто обязательно не пропустите эту тему, потому что... Да, ну, по-любому, конечно, конечно, по-любому. Не определенная страника, конечно, боковых, как бы, ну, все дела, но все равно, если чем говорить, это по поводу фунта. А вообще, если помните, конечно, в прошлой встрече в прошлом четвергу мы все ожидали, что ни евро ниже не упадет, ни фунт, да, и доллар дальше продолжит, так скажем, упасть. А он сделал всплеск. Помни, да, все? Такой восходящий хороший всплеск, за которым он снова, как бы, опять пошел за линию нисходящего глобального тренда. Вот, он сделал такой вот нехороший, нехороший поступок. И, ну, в общем, ситуация, как бы, по моему, с моего точки зрения, ситуация общая, как бы, не изменилась. А так, можно сразу же переходить, наверное, на графики, чтобы уже начинать как-то, да? Да, конечно, давайте, перейдем. Я так понимаю, что уже есть, да, и изображение, терминал, все изображается. Видим хорошо. Замечательно, замечательно. Вот, с доллара, с индекса доллара начнем. Вот, как вы видите, вот красная линия, там, где она нарисована, там, в прошлом четверг, да? Вот, всплески индекса, он, конечно, хоть и сделал такой неожиданный поступок, но в случае, если кто-то ставил даже на открытие, к примеру, на уровне вот бывших максимумов, да, то он бы, наверное, скорее всего смог добиться примерно около 500 фунтов прибыли, поскольку движение завершилось на уровне тоже, на уровне максимума. То есть максимума декабря прошлого года, да, то есть она закончилась примерно где-то на уровне 97,60, целом уровне, и, конечно же, по итогам прорыва, пение нисходящего торрента, то есть это, по сути, в случае, если кто-то открыл, то логично все, да, продлилась, и снова она развернулась вниз, я, конечно, ожидал, чтобы хотя бы гэп закрылся, да, вот, сформировался за выходные по 11-го. Но этого тоже не случилось. Возможно, потому что, ну, как бы цена уже вошла снова под давлением линии нисходящего тренда, линию мы еще раз, я еще раз вам изображу линию, чтобы вам было более понятно, какая она на самом деле. Вот она, как вы видите, с января поза прошлого года продолжается, и вот наш недавний субъект, вот она под этой линией. Так, переходим к внутридневной торговле. Что у нас видно? У нас внутри дня виден коридор, но тут больше среднесрочный, то есть, ну, этот коридор на самом деле не для внутридневной торговли, но от него тоже можно оттолкнуться. Вот коридор я имею в виду, вот, начиная с поддержки 95,66, заканчивая с сопротивлением 97,60. Вот именно вот об этом, об этом боковике я имею в виду. В общем, в общем, что я вижу. Недавно цена отбилась вверх от линии восходящего тренда, которого придерживается, таким, так скажем, таким умеренным темпом, да, придерживается, отбой вверх бывает не доходя до него, бывает его тестирование. Вот, поэтому я думаю, что в случае, если в общих чертах, то доллары вверх в ближайшее время, ну, в три дня я бы дал такие рамки, как открытие, возможно, даже уже по рынку, но с этой профитом на 6,40, 96,40. И это приблизительно как раз будет к тому времени уже будет как раз вот этот уровень, то есть совпадать с сопротивлением линий ЭМА-200, синяя, медленная, скользящаяся линия. Вот. Дальше, если укрепиться больше 96,40, то я примерно рассчитываю на достижение 96,50, 96,6, а приблизительно. Тут же, если отталкиваться от недавнего перехода линии оселятора стахастик-часового в зону перекупленности, то можно вытяжить на самом деле продолжение вот данного разворота, да, то есть, исходя из данной картины, смотря на данного спада, да, например, вот недавнего, в рамках данного спада, этот рост все равно, что коррекционный, то есть против тренда, да. Ну, внутри дня, я думаю, что данный рост может еще продлиться. Еще насчет сегодняшней торговли, хотел бы обратить большое внимание, по доллару особенно, и с активами, которые, ну, то есть пары доллара, сегодня вот будут два, две публикации по московскому времени в 15.30 и в 17.00. То есть один из них уже, нет, не уже, а где-то минут через 15, да, приблизительно, выйдет по рынку труда и следующее по рынку жиря, вот. И, как мы видим, в случае, если они выйдут больше в доллар, то, естественно, данный рост, наверное, может быть, продлиться до сопротивления линии М200 на часовом графике на уровне 96.40. В случае, если нет, то, я думаю, будет повторное тестирование локальных минимумов, и это будет выглядеть как повторное тестирование линии настоящего тренда тоже. То есть это будет тестирование поддержки 96, психологическая поддержка, и 95.80, 95.76. Вот этих двух поддержек, в случае, если будет хорошая публикация по США. Так, я переключаюсь на более большой, более такой общий масштаб, да, восходящая тенденция продолжается, недавно отбой линии восходящего тренда, долгосрочного, я считаю, что это как минимум перезаг того, что доллар в среднем сроке может продолжать свой рост. Соответственно, я бы все-таки дождался укрепления на длине и М200 в ближайшие дни, да, то есть над уровнем 96.40, и дальнейшем, я думаю, рассчитывать на рост вплоть до 96.60, 96.68, я уже повторил, то есть я уже об этом говорил на часовом графике. И далее, 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 у нас на самом деле, в случае, если будет, конечно, доллара, да, длиния оцелляторская сеглушная зона перепроданности, в случае, если, вот, я из, соотношения, то есть перенасыщение продажами, да, кроме того, отбитие от, со дна рынка, то есть с основания рынка, то рассчитывать на дальнейшее тестирование и М200, и яблоковый шамоков, это само по себе, то есть входит сценарий, в случае, если на самом деле, ну, опять же, все равно, что цена приближается, приближаться будет снова к линии исходящего глобального тренда. И тут же могут, как вы видели, да, предварительная консольдация, прорыв, тестирование следующих максимумов, да, исторических и отбой вниз. Почему? Потому что в дневном графике вот этот боковик наш приблизительно довольно долгосрочный, он больше, ярче выражается, как вы видите, то есть именно вот в таких рамках, то есть в рамках сопротивления, то есть между сопротивлением 97,66 и поддержкой 94,60, ну, в случае, если отталкиваться от продолжения роста все-таки, да, приезжать и цены к вершине рынка, то есть к уровню 97,60, то на самом деле я думаю, что в ближайшее время консольдация неизбежна, да, как мы видим. Ну, в ближайшее время это приблизительно, наверное, все-таки месяц или два, поскольку это дневной таймфрейм, просто так и сразу сказал, что в ближайшее время, а так просто смотрится, да, что вот везде уже вот эта консольдация как бы будет еще сузиться, сузится, да, волатильность, но думаю, что в течение месяца-два, возможно, доллар, если приблизить еще больше, сильнее к данному сопротивлению, то будет навыщена вероятность того, что она его пробьет вверх. Вот, по доллару я думаю, что относительно всем все ясно. Перехожу на золото. Что было у нас, что было? Как мы видим, вот тут. Вот, смотрите, по золоту, походу, все-таки сбылось, да, или нет? Или этот канал я нарисовал недавно? Если этот канал я нарисовал недавно, значит, недавное сформирование вот данного минимума перевело к тому, что вот у нас сформировался такой канал, да, долгозрочный по золоту. И внутри дня, внутри дня, я бы все-таки отталкивался от того, что линия оселятора часового графика в зоне перепроданности, и, соответственно, исходя из того, что цена тоже на дне рынка, но ниже, а вот по-вышему, будет уже немножко подозрительно, да, то есть все-таки возможно то, что цена в ближайшее время сделать, как бы, да, восходы, ну, то есть по подъему или, так скажем, рост совершится, но это будет коррекционно, скорее всего, и так считать. То есть по золоту внутриднее, даже если открываем, то я думаю, вверх, в длинную не стоит, а вот в короткую стоило бы только по итогам прорыва поддержки локального минимума 1295,5,5,96, приблизительно, вот по итогам прорыва данного минимума, я думаю, что все еще приблизимся к моменту прорыва следующего минимума локального, это у нас 1294, но при этом хотелось бы вашего внимания на то, что, смотрите, вот линии Фибоначчи, то есть по веерю Фибоначчи, который я нарисовал, соответственно, импульсу с 7-го, то есть как раз, то котировки приближаются к коррекционной зоне, это приблизительно, где-то такой вот код как раз уровень, возьмем приблизительно, да, то есть 1294, вблизи этого уровня, возможно, цена может пойти в долгосрочную, так скажем, недовосрочную, а в среднесрочную коррекцию вверх, приблизительно где-то что-то вроде, да, то есть то, что здесь, то есть ну как бы такой же рост, как и здесь, ну опять же, это будет зависеть от того, как и дальше цена купится на длине ИМА-200, то есть в случае, если торгуем внутри дня, то в общем, я думаю, что вниз лучше ставить, да, то есть 1295, 1090, 1294, и в Сирии отдали 1290, ну а если же все-таки цена отбой произойдет от нынешних, от локальных минимумов, то исходя из состояния длини Ассалят-Растаха, насколько она намеренно заходит в зону перекупленности, насколько она намеренно переходит в 50% шкалы насыщения, то все больше и больше, соответственно, этим фактором вероятнее, что мы приближаемся к моменту тестирования линии ИМА, то есть это у нас ретест психологического уровня 1300. Вот, я думаю, что по итогам данного ретеста, скорее всего, цена пойдет дальше, поскольку уровень психологический, а цена уже внизу, соответственно, насчет продолжения нисходящей тенденции, я, наверное, все-таки... Ну, нужно дождаться прорыва минимума локального, который сейчас у нас, в прошлом свече, до 4 часов, думаю, что пока нужно дождаться его прорыва и дальше посмотреть, то есть дальше цена скорее будет перебираться ближе к действующему уровня, на отметке 1290. Почему, говорю, дождаться прорыва? Потому что если мы тут нарисуем вот приблизительно такую линию восходящего тренда, то мы увидим тут прорыв. Но этот прорыв если вложен, то это уже время, как вы покажете, да? Возможно, будет какой-то спад, да? То есть мы по часовому графику увидим, что будет какой-то коррекционный рост, извините, коррекционный рост приблизительно, это будет ретест от этой линии снова, да, на отметке вот психологического уровня 1300. Вот почему я говорю, лучше отталкиваться от этого момента, то есть от момента отбития от 1300, или же его прорыв в случае, если, конечно, произойдет. Если произойдет его прорыв, то, я думаю, можно бы рассчитывать на достижение будущих максимумов, последующих максимумов 1307-1311. дневной таймфрейм показывает неопределенность, я думаю, что она завершится по итогам прорыва психологического уровня, да? прорыва психологического уровня и максимума 1310. Вот, то есть если будет укрепление над данным уровнем, я считаю, что сможем приблизиться к моменту тестирования центральной линии восходящего канала. То есть это достижение сопротивления 1323. И тут же в случае, если будет переход в линии осветатора дневного, стахастика за 50% и ближе к 80%, то я думаю, что вероятность данного тестирования, то есть тестирование максимумов сопротивления, точнее, линий, центральной линии восходящего канала будет увеличиваться. То есть эта отметка у нас 1300. В средние сроки я, честно говоря, не думаю, что произойдет спад, потому что цена недавно укрепилась все-таки над линией восходящего интернета, но, опять же, если у нас произойдет прорыв поддержки 1290-1280, то я думаю, дальше можно будет рассчитывать на ретеста хотя бы от нижней границы облакового шумовка, которая составляет линии EMA200, то есть приблизительно это вот такой спад до отметки 1275-1270. И в случае, если она кажется ложной, то я думаю, то есть прорыв линии восходящего интернета, то я думаю, что при этом даже можно будет рассчитывать на дальнейшее тестирование вот этой зоны, то есть уровней 1280-1275-1270. А так, я думаю, что в ближайшее время у нас приближаемся к тестированию именно вот линии, центральной линии восходящего тренда, которая пунктирует на восходящего канала, извините. Центральной линии восходящего канала. Так, я дальше перехожу на нефть. С прошлой пятницы она начала рост, ну как бы был, да, спад неожиданный. А так, то есть, ну вот такой вот получается. Одновременно с ростом доллара и как, скорее всего, да, то есть, произошел авбал. Ну, а, и тут тоже, кстати, у нас сформировался восходящий канал. Это гораздо больше упрощает дальнейшую работу с активом. Почему? Ну, в данный момент, в средние сроки. Почему? Потому что это было неплохо, что сформировался контактчик по нефти. Ну, по итогам завершения, который произошел одновременно с ростом доллара, мы все-таки столкнулись с продолжением общего роста, да, то есть на часовом графике с целью торговли внутри дня. Что я могу вам предложить? Цена против бы. То есть тут происходит у нас расширение, расширяющаяся информация, она, как по традиции, гласит о развороте тенденции, которые до него, да, то есть, данная приблизительно тоже получается восходящая тенденция, то есть речь идет о развороте данной восходящей тенденции. Ну, это, опять же, биджерщики. Ну, тут лучше было бы уже, исходя из прорыва поддержки 58 и 57, 95 уже, как бы, открывать в короткую. Почему? Потому что это все-таки у нас локальный минимум и психологический уровень. То есть, когда я понимаю, что данное расширение может еще продлиться, да, продолжаться, может даже будет какой-то прорыв ложный данного психологического уровня, но в случае, если цена, то есть если часовые свечи закрепятся под ней, то можно будет рассчитывать на тестирование поддержки облаково-вышимоку, нижняя граница поддержки облаково-вышимоку. И там же у нас как раз коррекционное отметы, вверх и бранащик проходит. Это приблизительно где-то уровни 57, 60, 57, 40. То есть в случае прорыва поддержки 58 я ставил, наверное, на 57, 80, 57, 60, 57, 40. Вот, на этих уровнях. И тут же, скорее всего, у нас может произойти, то есть, ну, ближайшее, опять же, время, да, то есть внутри дня, прорыв ленинс в зону перепроданности. Но, нет, вот этот вот разворот влазит о том, что все-таки котировки передумали, соответственно, если котировки у нас передумали, то если мы хотим открывать ленинную, то лучше уже после прорыва. После прорыва локального максимума, которое у нас неужели историческое. Сейчас, секундочку. Да-да-да. Да-да-да. Ну, да, то есть у нас на самом деле, как мы видим, очень хорошее сопротивление 58, она как бы уже пробилась вверх, и если смотреть на картинку таким образом, то я думаю, что его тестирование в будущем будет сопровождаться по следующим ростам. Конечно, могут произойти просадки, потому что об этом гласит прохождение линии осиллятора стахастик в 4-часового тайм-крема в зоне перекупленности. Но эти просадки могут продлиться, наверное, до этого же психологического уровня, или чуточку ниже. И лучше уже под завершением вот этой расширяющейся информации, то есть расширяющаяся информация, она может тоже перенести за собой не полный разворот, то есть все эти тенденции, а именно вот какую-то просадку на самом деле, соответственно, если речь идет о просадке, то я думаю, это будет против тренда, но если хотим открывать, то цели вот такие 58, 57, 80, 57, 60, 57, 40. Дальше я все-таки не вижу смысла, потому что там же мимо 57, 40, уровня 57, 40 проходит центральная линия в следующем тренде, соответственно. Может именно на этой точке и цена развивалась. Это, кстати, не центральная линия, а нижняя линия центрального диапазона. Я тут не сделал просто одну центральную линию, я сделал вот целый диапазон, ну тут как-то мне показалось логичнее, что ли, или рациональное просто по картине, по самой мне так показалось. Ну тут здесь в случае есть, что можно даже делать в центральной линии. Ну речь сейчас не об этом, речь сейчас в том, что на самом деле в ближайшее время может произойти просадка по нефти, и она будет, скорее всего, коррекционной до момента прорыва от линии. Я думаю, что до момента прорыва уровня 57, 40, 57, она будет коррекционной. В случае, если дальше спустится, то мы можем сталкиваться с ретестом от линии тренда восходящего. То есть с нижней границей с ретестом нижней границы восходящего канала. Это и есть линия ЕМА-200, 4-6-сового таймбрейма. Среднесрочная перспектива. В случае прорыва локального минимума 56, 80, 56, 60, то можно будет рассчитывать на дальнейший спад и тестирование восходящего тренда 56. До этого момента, я думаю, можно будет ожидать рост. То есть возможно будет просто ретест от этой линии и дальнейший рост. И в длинную, я тоже сказал уже, в случае, если цена пойдет выше 58, 60, 58, 80, неплохой уровень, кстати, 58, 80, то можно будет рассчитывать на дальнейший рост. Исторически, если обратиться к картине, нету, тут у нас дальше идет встреча с уровнем 59, 20 и психологическим уровнем, довольно сильным уровнем, 60. Если в общем, если бы дал у вас срок, то в общем цена вышла из рамки вот консолидации среднесрочной, она скорее, что приближается к моменту тестирования психологического уровня 60. Соответственно, если бы дал у вас срок, то я думаю, что прорыв данного уровня даст нам многое, что если будет прорыв над уровнем 60 и укрепление над уровнем 60, то можно будет рассчитывать на последующий рост приблизительно где-то до уровня 64. 62-64. Тут же имеется в виду укрепление над линией МА-200. Но, исходя из недавнего, то есть точнее, исходя из недавнего перехода линии дневного салитра в зону перекупленности, я думаю, что такая сценария вполне вероятна, в средние сроки, в долгосроке, дальнейший рост. Но, опять же, в встрече с психологическим уровнем и что линия осалитра уже в зоне перекупленности, то есть перенасыщение покупками она может произойти в любой момент, и тут же как раз приближается линия быстрой скользящей к сопротивлению линии медленной скользящей. Тоже момент, как бы, над которым стоит задуматься. То есть тут, я думаю, можно ожидать всплеск какой-то, за который произойдет, например, тестирование, да, вот, в данном уровне, там, 60-62, а дальше может произойдет то же такая же ситуация, как и по доллару, недавно мы видели, да, то есть, ну, в общем, новостной фон почти пустой, соответственно, насчет всплеска пока можно не ожидать, ну, а вообще, я думаю, что приближение к таким вещам, к таким диапазорам, оно за собой может вовлечь импульсы, они нужны, сопровождают пробитием какого-то либо и дальнейшим спадом, то есть, да, и тут, кстати, на дневном графике мы еще видим нахождение цены в центре, то есть она посередине рынка на самом деле, то есть здесь она на самом деле может и развернуться. Ну, тут уже лучше отталкиваться от выхода дня света из зоны перекупленности. Вот мы видим, раз, да, она вышла, не дошла до 20%, а вот что не дошла даже до 50%, ну, то есть от 50% отвернулась вверх. Умеренный рост, то есть это умеренный рост, я думаю, она как бы будет, наверное, последовательнее, то есть она будет продолжаться, а вот всплески всегда пугают. Ну, они тоже как бы говорят о том, что переоятнее, то есть отработка, обратная отработка, ну, вот так. Раз, два, три, четыре, будьте в свече. Я думаю, что тут, как мы видим, в ближайшее время, ну, можно ожидать какую-нибудь просадку, но это по итогам уже тестирование уровня 59-20 и уровня 60. Переходим к форекс-пара канадец, доллар канадец, доллар канадец, что с ней произошло? Что же с ней произошло? С прошлой пятницы. Так. Сформировался максимум, ниже передающего масса, соответственно, у нас нарисованы исходящие тренды, И глобальный рост, она как бы якобы, продолжается, то есть при этом цена приближается к, ну, к основанию рынка, это средний срок, но насчет, ну, три дня, насчет внутридневной торговли. Тут тоже, кстати, неплохой момент, сам фактор существования боковика, то есть цена находится посередине боковика, линия осциллятора в зоне перепутанности, я думаю, что ближайшее тестирование линии М-200, это приблизительно, я думаю, даже может быть максимумов, локальных максимумов 1.3370, 1.3357, вот, я думаю, что их не тестирование может, это как раз будет, это будет выглядеть как тестирование облаковых шумоков, часового тайм-премия, и, соответственно, она может сопровождаться последующим спадом, но это входит в общий сценарий, почему, потому что, да, спад, и наш рост пока что коррекционный, то есть внутри дня я бы все-таки подождал до момента выхода публикации по Америке по США и посмотрю, что там дальше нас ждет. Состояние котировок, нефтиных котировок, да, что у нас в сайте, от него жизнь зависит на самом деле. Канадец, если что, если что, и тут здесь приблизительно в ближайшие часы я думаю, что произойдет какой-то там маленький, так скажем, даже если что, то по канадцу тоже, естественно, откат, соответственно, и доллар канадец может пойти на рост. Этот рост может завершиться приблизительно где-то именно тестированием сопротивлением локального максимума 1.3370. Ну, все равно, что это против среднесрочных контенций, то есть это против тренда среднесрочного. И ближайшие ближайшие там в случае, если мы хотим вниз, то есть открывать, нужно дождаться все-таки отбоя от линии МА200, у закрепления под уровнем 1.3310, и дальше можно убедить ретест минимумов 1.33, 1.3280. Ну, сам факт, что уровень 1.33 она психологическая, я думаю, что общее укрепление на дне и его будущее тестирование это все путь к дальнейшему росту. В случае, если такое произойдет, то тут у нас формируется такая вот длинии восходящего тренда, от которого тоже можно будет в дальнейшем отталкиваться, если что. 4-часовый таймфрейм, доллар канадец. Вот видим выход линии осциллятора стахасти и зоны перепроданности, неплохой сигнал, и прорыв линии СМА, прорыв линии быстро-скользящей средней, красной линии, и само ее приближение к поддержке линии СМА, то есть мы видим, что она уже дала линия, то есть красная линия, она уже идет вверх, то есть на самом деле приближение линии быстро-скользящей к линии медленно-скользящей, она всегда сопровождается каким-то там колебаниями в коридорах, то есть каким-то приторможением общей тенденции. И в случае, если тут еще находится поддержка облакового шамоку, то на самом деле нынешний рост, который совершился, хотя несмотря на то, что даже раз, два, три, четыре бычьих свечей, да, несмотря на это, я думаю, что она может все-таки продлиться в ближайшее время, но до момента тестирования локальных максимумов, 1.3360 1.3370 А в случае, если она направляется выше этих уровней, то можно будет ожидать продолжения вот продолжения тенденции с прошлого четверка обязательно, да, и с восходящей тенденции до вот линии нисходящего тренда, который более глобальный, да, это имеется в виду тестирование уровня 1.3420 до 1.3440 Переход линии осциллятора выше 50%, приближение к 80% это тоже признак того, что мы все-таки приближаемся к моменту тестирования ближайшего локального максимума данного таймфрейма, то есть тут речь идет о уровнях 1.3370 1.3360 они решительные в средние сроки они нам помогут определиться с дальнейшей тенденцией, то есть укрепление над данными уровнями даст прорыв сопротивление гений исходящего глобального тренда в случае если будет отбой от этих уровней вниз ценой то есть вниз то можно будет ожидать продолжения просадки продолжения просадки и тут поддержкой выступить облака и шумоку линия восходящего тренда линия и матриста то есть это уже как вам более симпатично на дневном тайм я вижу так медвежьих свечей цена отбилась от центральной линии вот видите даст силу центральной линии центральная линия восходящего тренда иногда бы на него смотришь как будто какого значения не имеет а так если внимательнее смотреть то вберезине происходит что-то интересное либо разворот либо переход в консолидацию а в случае если что кстати можно делать я вам уже рассказал можно делать несколько диапазон это тоже делает делает нашу картину красивее то есть разделить его не на две части наш канал а на три части тоже неплохо тоже интересно на самом деле так линии осциллятора дневного осциллятора вышли из зоны перекупленности я думаю что в ближайшей среднесрочной перспективе я ожидаю котировок пары потому что они уже в зоне поддержки они уже вошли и линии быстро скользящей она развернулась после довольно сильного отдаления от поддержки линии медленно скользящей она развернулась я думаю что в ближайшее время она будет пытаться приблизиться снова и встретиться снова с данной линии соответственно если мы открываем средний срок то лучше дождаться прорыва если мы открываем короткую то лучше дождаться прорыва уровней 1.32.80 1.32.60 и далее можно рассчитывать на продолжение овала до поддержки линии восходящего тренда и линии EMA200 это поддержка облаковой шамоку отметка 1.32 2. Приблизительно где-то здесь психологический уровень вблизи него его ложный прорыв то есть его прорыв может оказаться тоже ложным но в общем вблизи него всегда может произойти какой-то переход в консолидацию короткосрочную разворот или дальнейший спад в случае если будет закрепление подданной это было по долгу сроку насчет доллара канадца австралийц и доллар США картина резкого вот с преска доллара США который перевел к спаду доллара австралийца с прошлой с прошлого четверга как ни странно но как раз до психологического уровня 0.70 то есть тоже в случае если вы тут открыли по итогам прорыва минимума по итогам прорыва минимума целых 18 то тут тоже ставим например take profit по продажам на 100 уровень то как бы она вроде бы отработал а дальше продолжалось уже рост то есть в общем тестирование психологического уровня завершилось разворотом тенденций разворотом тенденций внутри дня что с австралийцем делать что с австралийцем делать внутри дня она в центре боковика я думаю что может в будущем продолжить свой спад но в ближайшее время скорее всего сделать какие-то подъемы коррекционные рамками данных данного подъема коррекционного выступят сопротивление 0,7055 0,7060 и линия медленной скользящей середине на уровне 0,7067 то есть по-другому говоря это у нас облака и шимоку прорванная поддержка облака и шимоку в случае если будет выход дения середатора из зоны перекупленности на что похоже что они как раз и то есть они умеренно приближаются к 20 соответственно выход с данной зоны зоны перепроданности будут судить к последующему прорыву тестирования линии СМА красной линии на отметке 0,7055 сопротивление 0,76 и дальше тестирование сопротивления линии ЭМА на отметке 0,77 возможно отбой вниз от 0,77 в случае если внутри дня вниз то лучше открывать только после прорыва локального минимума 0,7040 0,7038 0,7040 0,7040 0,7038 и такой спад может приблизительно привести к последующему прорыву уровня 0,7035 0,7030 0,7024 и 0,7020 0,7020 тут как раз минимум исторически и лучше если что ставить вот именно над данным уровнем над данным поддержкой тег профиты потому что все равно что приближаясь к данному уровню может произойти временно хотя бы разворот и срабатывание не дай бог стопок внутри дня в средние сроки австралийц товар США что творится у нас так ближайшие скорее всего недели я думаю что продлится будет продолжение спада почему 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 потому что вот вообще как бы цена находится в зоне сопротивления зоны красной зоны оба высшему если что и ближайший рост актива она может завершиться и тестированием линии сама то есть тестированием уровня 0,7070 он только что сказать максимум 70-70 0,70-80 в случае если будут укрепления над данным уровнями то я думаю что в средние сроки можно будет рассчитывать на последующий ретест я бы сказал не продолжение вот этого вот этой тенденции потому что для меня она уже уже нарушена вот это вот я вижу расширение разрушена нарушена нарушена соответственно я бы сказал в будущем если будут укрепления в средние сроки если мы открываем динамы над уровнем 0,7070 0,7080 то такой рост может привести к тестированию вот этой линии да хорошая неплохая кстати я его оставил она как раз совпадает с противняем линии М200 то есть до отметки 0,71 до психологической отметки соответственно если что ты проф можно ставить гораздо ниже на отметках 0,7090 0,7080 0,7088 вот вот такая вот следующая коррекция я думаю что может завершиться даже не так высоко а где-то вблизи линии сама 5 то есть красная линия ввести в короткую то я думаю тут есть у нас сигнал о том что средние сроки будут продолжение общего спада да почему потому что линия средства сроки приближается к зоне перепробанности и цена в центре боковика она отбилась от верхней границы боковика недавно и она идет вниз то есть в случае если укрепление закрепление цены под выберем сейчас по паре уровень более-менее неплохой я думаю что тут даже парень можно сейчас открывать приблизительно я думаю возьму вот облака и шуму дай их не поддержку 07040 прорыв допустим последующий ретест 07020 07030 и дальше к локальному минимуму у нас психологический уровень соответственно если недавно его отработали я думаю что дело до него возможно и не дойдет все-таки рассчитывать в случае если будет спад ниже облака и шуму поэтому можно бы рассчитывать вплоть до ретеста минимум 07030 07024 и тут же можно будет отапливаться от поведения сериатор расстохастика или не сериатор расстохастика они могут развиваться вверх не доходя до 20% и общая картина все по-старому как бы да в последние времена она отбивается от линии нисходящего канала вроде бы недавно началось к нему приблизиться был очень сильный спилец за которым конечно же следует неплохая просадка ну как минимум просадка недавно выход линии сериатор дневного из зоны перекупленности перепроданности все-таки для меня это больше как признак того что отработка верхней границы данного верхнего диапазона данного канала она будет еще продолжаться то есть мы можем ожидать дальнейшее укрепление в среднем сроке и последующее тестирование уровня линии исходящего тренда но тут только по итогам укрепления над уровнем 0.71 лучше открывать дневную если мы хотим открывать дневную в среднем сроке и дожидаться до перехода линии сериатора расстрахать выше 50% хотя бы соответственно если в долгах если в средний срок дневную то сериевой у нас для открытия это 0.71 0.71 0.71 0.71 0.60 это те уровни от которых цена снова отбиться вниз от них цена может снова отбиваться вниз линии быстро скользящая она таким умеренным темпом отдаляется от сопротивления линии и МА-200 но сам факт того что исходя из данного колебания можно рассчитывать на то что будто она развернулась от отметки поддержки облака выше мука она может делать какую-то восходящую коррекцию лежащую там 2-3 а по итогам данной коррекции она может снова пойти вниз в общем случае если что выше 0.71 это у нас будущее тестирование нисходящего линии исходящего тренда то есть на отметке 0.71 6.1 0.71 прорыв ниже локального минимума мы думаю даже на отметках 0.70 20 это признак того что может произойти снова ретест психологического уровня 0.70 в случае если в его прорывах то может произойти тестирование центральной линии нисходящего канала на отметках 0.69 0.70 0.69 0.40 так переходим к более интересным активам евро доллар евро доллар восходящий канал нарисовал кстати для внутренней торновли недавно его пробило вниз так по евро доллару внутри дня что могу предложить ну цена если вышла из рамки восходящего канала то я думаю нет смысла ее здесь будет соответственно дальше нам стоит дождаться наверное все-таки прорыва и закрепление под уровнем 1.13 это психологический уровень соответственно его простой прорыв нам ничего не даст ни о чем не говорит и сам факт того что еще под ней же находится поддержка линии МА-200 и облаковый шумок это тоже признак того что ближайшая консолидация ближайшее тестирование сужение колебаний ближайшее тестирование психологического уровня она может завершиться отбоем вверх разворотом и продолжением среднесрочной тенденции продолжением роста с прошлой с прошлого четверга так скажем да приблизительно то есть точнее если сказать то это рост с пятницы вот то есть я канал конечно убрал но сам факт того что это похоже на ложного прорыва психологического уровня 1.13 и там же находится поддержка линии МА-200 облаковый шумок соответственно я думаю канал можно если что вернуть поскольку по итогам ближайшего выхода линии оселлятора снахности и зоны перепроданности будет у нас продолжаться восходящий тренд прошлого четверга и такой тренд может привести к достижению максимума тут намеченные 1.13 20 13 30 40 50 ну конечно же от уровня 1.13 40 можно ожидать отбой вниз причем потому что там находится локальный максимум возможно не отбой вниз а просто коррекцию то есть момент его тестирования увидеть соответственно внутри дня для открытия верб я бы все таки дождался укрепления над линией СМА хотя бы на отметке 1.13 15 до 1.13 20 а дальше уже посмотреть по ослаблению доллара то есть в случае если плохой доллар то есть если у нас публикации получится не в пользу доллара то можно будет рассчитывать на будущее или тесла ближайших максимумов на отметках 1.13 а 1.13 40 а в случае если будет рост доллара то скорее всего произойдет прорыв ближайших минимумов это у нас закрепление под психологическим уровнем 1.13 и под линией МА-200 соответственно по итогам прорыва 1.19 1.19 можно открывать вниз где-то до 1.12 80 а не 1.12 78 но почему так так мало так пожарно то есть ну как бы как-то мало да пункта потому что я тут вижу просто поддержку облаковых шимок для внутридневной торговли она может привести к тому что произойдет опять какой-то всплеск вверх то есть если откроем вниз то возможно что срабатывает стопа вот в средние сроки в средние сроки линия средств расстраивающего вышли из зоны перепутанности я думаю что в ближайшее время нас ожидает спад спад цены евро доллар тут же я кстати нарисовал фиба фиба фибоначи она даст нехорошие неплохие отметки которые совпадают с прошлыми коррекционными точками то есть на этих отметках и я думаю что если вот ближайшее время на самом деле прорыв 1.13 2 дальнейшее тестирование 1.1990 1.1980 будет не за горами главное закрепление под психологическим уровнем то есть открытие новой свечи под данным уровнем новой 4-часовой свечи хотя бы вот и вижу я просадку в случае если она будет приблизительно где-то до отметок 1.1970 1.1977 вот до таких можно сказать поддержек если что а рост 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 тут немножко под вопросом немножко под вопросом почему потому что движение нисходящее продолжается долбосрочно да то есть под давлением линий тренда раз это у нас самое сильное самое длительное вот это новое которое я нарисовал да ближе к нашим котировкам все равно что под ним происходит еще спад цены актива но тут с целью открытия в короткую лучше уже дождаться закрепления под психологическим уровнем 1.13 1.13 1.0 таймфрейм показывает пока что неопределенность по состоянию линии астеллятор стахастик я вижу неопределенность по рынку и это правдиво это правдиво в общем свечи находится над линией SMA медленная быстро скользящая средняя это гласит о том что ну как бы пока что цена укрепляется но в случае если будет просадка то она будет продлиться приблизительно где-то до самых этих линий то есть линии SMA то в случае если что исходя из недавнего всплеска и приближения цены к линии глобального тренда нисходящего я бы сказал что близи ну ближайший там то есть по дневному там если мы говорим по поводу среднесрочной перспективы тут может произойти приблизительно такой же неприятный неприятное расширение как и здесь тут тоже приблизительно по итогам приближения вот к данным уровням произошло вот такое расширение это как бы опять же так разворот но все равно во время пока пока происходит расширение открывать вот как здесь открывать не в длинную не в короткую ни в какую сторону это как бы не очень логично там в долгосроке если что по евро вот ленин исходящего тренда черная жирная только над ней если цена припится если цена припится над уровнем 1.14 то пожалуйста до 1.14 77 я вижу если что до 1.14 77 в случае если будет прорыв 1.14 а так ближайшие спады пока могут продлиться до поддержки имени сама это у нас уровень 1.12 50 и закрепление под данным уровнем может повторный ретест то есть повторное тестирование оснований оснований рынка это у нас психологический уровень 1.12 и дальше минимумы 1.11 85 1.11 70 перехожу к фунту наконец-то наконец-то как мы помним да то есть говорили о том что не будет спада не будет спада еще со мной кто-то сумел согласиться насчет этого что не будет спада фунта с прошлого но поскольку она была коррекционной и мы видим продолжение роста несмотря на общей неопределенности да вообще то есть по внешней политике Британии мы видим продолжение роста общего что сделать внутри дня если нам очень хочется торговать так внутри дня по мерам ослабления доллара в случае если что по мере ослабления доллара которая у нас может как-то вывести котировок фунта выше 1.33 это после 17 часов по московскому времени то есть следующая уже публикация то можно будет ожидать тестирования при тест ближайших максимумов 1.33 и 1.33.40 1.33.80 если же если же нет то по итогам прорыва минимум 1.32 если будет закрепление под данным уровнем можно будет ожидать дальнейшую ретест линии восходящего тренда линии ма200 поддержки облаков высшим окном но все эти три фактора судят тому что опять же приближение к ним может привести к тому что просто произойдет такая же неприятная картина как и приблизительно мы здесь видим то есть либо консолидация либо расширение либо консолидация либо расширение но после него следует разворот и продолжение роста соответственно внутри дня если что могу сказать так 1.32 2.80 ставить вверх дойти до 1.33 1.33 выше 1.33 2.20 1.33 3.40 60 80 ниже только открываем наверное все таки если я вкратко срок то 1.32 2.40 открываем вниз 1.33 2.20 психологический уровень дальше 1.32 соответственно мы закрываем выше него перехожу на 4.40 вот продолжается продолжается так как я сказал то есть общий рост цена прижимается со временем к общему сопротивлению которое у нас есть от которого несколько раз отбилась цена но все таки исходя из того что рост продолжается и цена прижимается к сопротивлению я думаю если нам задумываться о том что может произойти всплеск через месяц и это будет прорыв максимума 1.33 лучше сказать 1.34 уже 1.33 1.33 1.33 40 и пошла вынесла и отрабатывается снова линия СМА как сейчас мы видим то есть надежащие всплески до 1.33 1.33 40 могут даже продлиться до 1.33 80 но все таки дальше нас ждет тестирование просадка до линии СМА важный момент если будет прорыв линии СМА исходя из того факта что линия СМА отдалялась очень сильно от поддержки линии СМА если цена его прорвет вниз то я думаю тут неплохой сигнал у нас формируется с целью того что мы открыли средний срок вниз по фунту то есть если у нас будет прорыв ниже линии СМА 5 ниже локальных минимумов это у нас прорыв ниже 1.3320 1.332 то можно ожидать продолжения среднесрочного спада до поддержки облаков шумов то есть до уровня 1.3140 1.3120 1.31 вот фактором вот такого то есть почему такое предположение потому что линии быстро скользящие она резким образом отдаляется от поддержки линии ИМА от листа вот почему такое предположение по фунту в среднем сроке перехожу на дневной таймфрейм отбитие от вершины рынка до общий рост продолжается единственное что могу сказать происходит прижатие к основанию рынка вблизи я думаю тестирование локальных максимумов но это тестирование может завершиться следующим разворотом в Индзе и этот разворот может продлиться этот спад может продлиться до уровня 1.32 1.30 1.20 но пока что я рассчитываю на то что в ближайшее время будет произойти тестирование локальных максимумов я перехожу на криптовалюту на крипту если что я так понимаю что прошлый четверг возможно не разбирали или позапрошлом разбирали я уже не помню честно говоря по битку мы очень быстро эту тему пропускаем почему-то в общем продолжается рост внутри среднесрочного в рамках среднесрочной тенденции продолжается вот такая сформировалась такая консолидация я думаю что это гласит о том что цена скорее может прорвать поскольку вверх по длине нисходящего тренда вот этого там и она может пойти дальше вверх и протестировать максимум соответственно если мы хотим на 3 дня торговать то я думаю лучше если длину по биткоин доллару то дождаться прорыва максимумов 38.50 38.80 психологический уровень 30 извините еще раз прорыва 38.50 38.80 и психологический уровень 3900 дальше у нас будет рост в случае если вы провели 3900 то можем рассчитывать на рост до уровня 3930 3960 или 3950 там находится у нас вершина вершина рынка нынешняя консолидация может завершиться таким образом и это будет у нас тестирование линии нисходящего глобального тренда будущем если что а если же внутри днем хотим открывать вниз то по завершению данной консолидации по завершению только по завершению этой неопределенности можно открывать вниз то есть если у нас будет прорыв ниже 3770 или же ниже психологического уровня 3800 то можно рассчитывать на последующие тестирование линий EMA200 это у нас 3730 3700 и далее у нас идут уже локальные минимумы 3670 3640 это у нас локальный минимум сроки продолжаются продолжается умеренный рост уверенный рост ничего никого никогда не пугает это очень хороший признак того чтобы возможно вблизи распоряжатие к линии нисходящего глобального тренда оно может завершиться успешным в случае если цена прорвет его выше и укрепится наконец-то над уровнем 4000 долларов если укрепится над уровнем 4000 долларов и не просто развернется от него вниз то есть не ложный пробой а именно укрепление дневных свечей над уровнем 4000 ну состояние линии асселя тросток тоже враг потому что они вроде бы снова приближаются к зору перепугленности вот вот ситуация по битву а по эфириуму тоже консолидация тоже по итогам его завершения можно переступить к делу можно открывать по давлениям исходящих трендов и так же восходящих то есть тут консолидация равномерная тут у нас оба две линии тренда они оба не не такие уже деревни с какого там с прошлой недели снейшим когда оба прорыв выше 130 даст нам 131.30 и 132.50 если что прорыв ниже 128 это у нас достижение поддержки 127 и 125 локальный минимум ретес локального минимума при условии общего роста в случае если мы не верим в том что вот у нас идет происходит умеренный 100 это у нас разворот в случае если будет приближение к поддержке локального минимума 125 то есть 125 это может завершиться от бомбер 4 часа и на дневном таймфрейме все то же самое скорее всего отбитие от линии восходящего тренда прижатие к линии исходящего тренда но тут линии исходящего тренда она более долгосрочная которая я думаю что цена ближайшее время ближайшее опять же это ближайшие пару недель она будет идти на встречу вот именно вот этой исходящей тренда будете на встречу уровня 138 140 то есть будете на встречу психологического уровня 140 у меня вроде бы все я останавливаю на страдке экрана да конечно спасибо большое заходите в эфир педра сейчас нормально да все отлично прекрасное качество было видео и звука так что все отлично у нас педра как ваша доходность за прошедшую неделю сами довольны если взять по всем вашим инструментам все что вы торгуете правду говоря по началу как начался март неожиданно спелеска конечно немножко разочаровывали но я этого ожидал на самом деле просто такой хороший я мастер хороший февраль а вот март такой динс и все как меняется жизнь это белая полоса черная полоса соответственно понятно я понял вас то есть мартом вы недовольны пока будем надеяться все исправится сегодня вечером опять в Британии голосуют за продвение переноса даты переноса даты Brexit с 25 марта вроде бы месяца на 3 хотят передвинуть как вы думаете получится у них перенести это вообще в принципе сам процесс получится и к чему это может привести если получится это больше для вас как хороший знак перенос даты Brexit или безразв перенос даты Brexit я так понимаю это же речь не идет о решении парламента сам парламент будет голосовать просить ли Евросоюз перенести дату Brexit с 29 марта на 2-3 месяца я думаю они проголосуют за потому что они хотят это все отложить как вы считаете это окажет влияние какой-то или это уже так сказать заложено уже все понимают что так и будет я это только что сказали я не задумывал она нет она просто совпадает как раз с самой технической картиной если взять например фунт доллара она просто совпадает его техническая картина я просто ожидал мартовскую консолидацию и я думаю что она не только по танцу она по всем инструментам скорее всего я понял вас то есть техническая картинка продиктовала решение парламента которое застрелило я не об этом она просто совпадает определенным образом я понял это была шутка конечно друзья хотя мы знаем что Ишимоку великая сила если Ишимоку скажет что будет так так оно будет сто процентов спасибо большое вам Петрам за ваш обзор хорошего дня удачи на рынке и надеемся март все-таки повернется к нам светлой солнечной стороной спасибо спасибо за время спасибо за внимание всего хорошего всего доброго до свидания спасибо 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 Продолжение следует...